Продолжение следует... 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 Что ты делаешь, блядь? Интересно Просмотров Охутина Охутина Один Что за дебил это только, блядь? Сука Мда Охутина 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 Понимаю, блядь Охутина 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 но это мнение современного футбола не давать бить или блокировать удары как получится и со второго этажа пас делает своему партнеру свое дело защитник сделал мяч отобран может быть много вариантов при ауте перехвачен этот пас в этой атаке забить уже не удастся вот такой грустный для атакующих конец но ведь не конец игры конец всего лишь атаки продолжение атаки через пас и чья же это подача выручил команду и потешил зрителей вот такие броски голкиперов всегда дороги тем кто приходит на футбол и не получилось ничего в этой атаке явное превосходство защитной линии нет в этой ситуации нападающему ничего не удалось сделать ну что же за клево посмотрим как команда угловой подаст или разыграет и совершенно непонятно брата сейчас выручил команду или наоборот усугубил опасность я не очень ожидал потери мяча но она случилась и посмотрите обходит это стандарт прессинг жесткий прессинг со стороны обороны вот причина того что игрок атакующий команды упустил мяч за боковую линию и еще разобрать сумели то остальные навалились на ворота и здесь может забить любой мне кажется уже и вратарь по моему подкато И из-за боковой линии будут и футболисты наводить мяч на руку. И защитник забирает. Как видим, в футболе случаются элементы борьбы. И они не против правил. Вовремя мешалась защита и перехват. Классический девятый номер. Теподобная передача на него. И это удар мимо ворот. И по-прежнему команде надо догонять. А мы знаем, что ждать и догонять хуже нет. Смотрите. Между теми девятый номер из-за боковой. Немножко такующая сторона. Эти оборонительные редукты преодолеть. Но, во всяком случае, вот в этой атаке. Теподобная передача на него по самым правильным причинам, которые будет времени изрядно. И это штрафной. И это штрафной. Не точный пас или защита сыграл в голову. А вернее всего и то и другое. Действуют соперники, видимо, побаиваясь не только друг друга, но похоже и сами себя. Откровенно скучно смотреть на матч, когда редко возникают опасные моменты возле ворот. Но сегодня нам не повезло. Ну, сейчас мы штрафной с вами посмотрим. Внимательно, грамотно позицию выбрал. Показал технику отбора мяча. Тот скажет отбойная игра и будет прав. Но ничего постыдного в этом нет. Отделяет игрока от атаки. Защитник от мяча. Вроде бы по правилам все дело. А партнер не так уж далеко. Открыт вот ему и пас. И здесь иначе было нельзя. Нужно было подкатываться. Иначе атаку было не остановить. И вот он переслак. И возможность уйти в контратаку. Вот это мы называем обреха. Переходим мяч в другой команде. Но партнер не отбасает. Видит все прекрасно. Иголка обороны. И внешне без труда перехватывает этот пас. Энди Джейнсов. Пять минут сегодня побегал. Уже вся майка была мокрая. Вы обратили внимание? Да. Просто не в порядке человек. Да. Быстро вздыхает. Полежал немножко. Было больно. Согласно. Но сейчас все в порядке. И похоже он сможет принять честь в игре. Огримаса так не делает. Уй. Ну и кто в штрафную эту передачу готов принять? Не знаю, правильно ли говорить, что футбольная атака захлебнулась или это комментаторский штамп. Но я думаю, что поливать буду я. Надежно собрано. Молодец. Хорошо расположился. Не побоялся удар принять на себя. Уй. Уй. Удар по воротам. Забивает и сравнивает счет. Забивает. Хорошим, вкусным таким низовым ударом. И гол, который ценится ровно дальше и все остальные. То есть повысший футбольный метр. Два нового футболиста готовятся вступить в игру. Все было под контролем у этого игрока. Мяч направлен точно в ворота. Гол. Соразбитый и стройный на поле. А в запасе тоже никого не осталось. И вот покат, судейский свисток, молчит, мяч с нового соперника. Все. Уверен нам и в рамках правил забирает мяч игрок обороны. Времени было не так много у защитника, но он справился и в аут мяч выйдет. И видим, как добавил в последнее время этот футболист. Инди Джонсон. Бор абсолютно чистый. Атака захлебывается. И все, конец атаки. Или вернее начало другой со стороны соперника. Пас в штрафную. Никаких проблем у вратаря не было. Спокойно забрал мяч рук. Удар в промах. Пусть и небольшой. Паса Энрика. Хорошая передача партнеру, который вовремя открылся. Будет вратарь на руках, когда играет. Но чаще всего защитники побеждают в последний набор. Ничего не придумал. Кончилось дело неточным. Пасом и перехватом. Удар вратарь, удар вратарь, удар вратарь. Да и вратарь, какой красивый момент. Спасает вратарь свои ворота. Мяч за пределами поля. Угловой. И еще один угловой. Никто не может выйти вперед. Вратарь снова спасает ворота, когда им угрожала опасность. Заканчивается матч. Ничья на табло. Понятно, что обе команды хотят выиграть, но почти что гол. И попробуй подойди к этому вратарю. Кулак может попасть и в тебя. Я что-то атаку и покончу. Холодно и неуклонно она была перехлачена, как передача. И опять оборона берет вверх. Энди Джонсон. Чуть-чуть скорости добавлены игроки. И немножко в тактике, конечно, изменения есть, но мне представляется дело в другом. Они посвежее соперника сейчас смотрят. Очень подходят им. Ложен все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...